Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог, не обращайте внимания на мой голос, еще на улице такая пасмурная погода. Но сегодня я хочу немножко рассказать про то, что происходит у меня в жизни, потому что в комментариях многие пишут о том, что я стала более скрытной, ничего не рассказываю и так далее. Но всему этому есть причина на самом деле. Я люблю доделывать дело до конца, вот как я вам рассказывала про квартиру, рассказывала про свою мечту. Потом на мукбанках я вам рассказывала, как я выбираю квартиру, с какими сложностями я сталкиваюсь, на какие аспекты нужно обращать внимание. А с машиной получилось немножко по-другому. То есть я вам рассказывала-рассказывала про то, как я выбираю машину, а потом в конце ее не купила. И после этого мне было как-то стыдно за это, что типа я балаболила-балаболила, а в конце так и не купила. Все это произошло из-за того, что я не была уверена на 100%, что мне нужна машина. Еще плюс этой ситуации с войной, вообще непонятно, что будет, поэтому как-то было непонятно, что делать, как действовать и так далее. Но сейчас, после того, как я покаталась с инструктором, я поняла, что автомобиль все-таки мне нужен, мне нравится водить. И поэтому хоть недорогой какой-то для начальных этапов автомобиль купить я все-таки хочу. И сегодня у нас свидание с двумя машинками. Одна машина мне нравится гораздо больше, просто из-за того, что у нее такой оранжевый салон, ну как оранжевый, такой персиково-оранжевый салон. Очень красивый. Я думаю, что влоги будут там просто обалденные. И есть еще одна машина, она 19-го года. Там уже не кожаный салон, но просто она стоит дешевле. И брат говорит, что не обманывайся на салон, потому что салон всегда можно поменять. Это стоит тысячу монат. Поэтому выбирать автомобиль чисто по салону, это просто глупо. Несмотря на сегодняшнюю погоду, у меня отличное настроение. Я очень надеюсь, что мы выберем какой-то вариант и уже завтра поедем ее оформлять. Но проблема в том, что вообще люди, которые продают свои автомобили, очень много всего врут. То есть на сайте, например, написано, что не битая, классная машина, даже царапины на ней не было. А ты открываешь ВИН-код и понимаешь, что просто машина в смятку. Указывают один год выпуска, а оказывается совершенно другой. Поэтому мы отвезем машину к мастеру. У нас есть очень хороший мастер, к которому мы везли машины еще в начале лета, когда я хотела купить себе тачку. Вообще был вариант, на котором я остановилась в начале лета. Это было в мае. Это была Kia Optima с новым кузовом. Офигенная машина. Но была проблема после того, как мы отвезли к мастеру. Мастер сказал, что есть недочеты. Это нужно исправить. То, третье, десятое. В общем, очень много моментов. Все это были мелочи, но все вместе уже была кругленькая сумма. И когда мы сказали хозяину машины, что все эти недочеты нужно исправить. Как вы видите, вот мастер, вот вы. Если он врет, вы можете ему сказать об этом. Но хозяин автомобиля сказал, что моя цена вот эта. Есть недочеты? Нет, меня это не интересует. У меня вот такая цена. Уже звонит мой брат. Да, Болита. Ага, хорошо, я сейчас спускаюсь. Давай. Я хотела вам чуть больше рассказать. Но уже пора спускаться. Как всегда, я ничего не успеваю. Я надела свое пальто. Даже не успела, кстати, позавтракать. Надо было горячий чай выпить. А все потому, что я долго валяюсь. Никогда ничего не успеваю. Уже брат сказал, что он внизу, и мы опаздываем. Если он говорит, что мы опаздываем, мы уже пипец как опаздываем. Уже опоздали, можно сказать. Где он? Вот где он? Конечно же, его нет внизу. Мы не опаздываем? Опаздываем. Как дозвонился до тебя? Иди, ой, 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 ой. Мне, короче, нравится вариант, где оранжевый салон. Но брат говорит, что это абсолютно не важно. То есть можно поменять, да, салон? Ни в коем случае. Салон это самое первое. Материал салона. Только что ты говорил другое. Давай еще мне сказать, чтобы тебе понравилось. А можно потом розовый сделать салон? Розовый ни в коем случае. Потом продать невозможно? Нет. Непрактично он розовый салон. Не серьезно как-то, да? Ну да. Лучше красный тогда, чем розовый. Слушай, варя. То есть если у меня будет каска, я могу даже в рейндж-ровер врезаться, и они мне это оплатят? Ну, надо уточнять. Назначили время на полдвенадцатого. Уже опаздываем, но хорошо, что наш... Еще мы его будем ждать полчаса. Оказывается, он тоже опаздывает. Походу с этим у нас точно получится. И он опаздывает, и мы опаздываем. Мы специально сказали чуть-чуть пораньше, чтобы его не ждать. А он тоже схитрил и пришел еще в полчаса. Как только я села в автомобиль, первое, что меня очень порадовало, это идеальная просто шумоизоляция. Также мне очень нравится этот безупречно красивый кожаный салон такого персикового цвета. Сама машина цвета мокрый асфальт. Это Chevrolet Malibu. Моим внешним параметрам машина подходит просто идеально. Остались технические параметры, которые гораздо важнее внешнего вида. И мы сейчас у мастера, он осматривает машину и дает свой вывод. Ну что, мы уже едем обратно. Вроде как все хорошо. Купили шаурму. Сейчас будем мукбанг снимать. Сказать честно, мне машина очень понравилась. Но есть некоторые моменты, связанные там с пробегом, с какими-то моментами, которые нужно поменять. Я еще заметила, что хозяин очень хорошо ухаживал за машиной. Сколько здесь машин? Я здесь училась, столько не было. Кстати, я совсем забыла вам показать свой лук. Я вот в такой юбке была. Хотя сверху было пальто, ничего не было видно, но все же. Она достаточно короткая, но мне она очень нравится, эта юбка. Мы сейчас заглянули к первоням. Попьем здесь чаечек. Немножко обсудим машинку. Подумаем, что делать дальше. Здесь я всегда чувствую себя как дома. О, не туда в помешок. Вот так. Я даже здесь нашла конфеты. Прям всю дорогу кашляла. Еще здесь у них тортик интересный. Я тут уже собиралась уходить. Смотрю их рыжик на улице. Потом я понимаю, что это не рыжик, это его отец. Потому что он больше размером. Сейчас брат принесет корм, и мы его покормим. Блин, очень похож на их котика. Он знает, что прям здесь кормят. Обычно ему здесь и водичку оставляют, и корм. Что-то в этот раз нету. Сейчас, сейчас, потерпи чуток. Видите, оказывается, он голодный был. Ну, здесь у них в здании очень добрые люди. Все подкармливают бездомных животных. Я уже дома. Как только я увидела автомобиль, я сразу поняла, что это что-то мое, родное. Но сказать честно, нету такого, что вау, у меня будет машина, как круто, как классно. Вот в случае с квартирой я реально настолько радовалась. А в случае с машиной у меня вот такое ощущение вот в голове у меня, что у меня уже давно есть машина. Да, я, конечно, рада и так далее. По идее, во влоге я должна показать вам свою радость. Естественно, мне приятно, что у меня будет автомобиль. Это круто, это статус и так далее. Средства для передвижения. Будет комфорт. Могу снимать для вас влоги, ездить в районы и так далее. Но все-таки почему-то я это воспринимаю как должное. То есть, ну, машина, ну, окей, будет и хорошо. Я просто вам говорю так, как у меня внутри. Вот, не преувеличивая. Без вот этих вот искусственных эмоций. Возможно, потому что я еще не осознала, что я покупаю машину. Если я буду уже ездить за рулем, вот тогда я уже пойму, что все, машина моя. Итак, в чем проблема? Почему мы еще думаем? У меня просто брат говорит, что 1,5 мотора это как-то маловато. Хотя там стоит турбомотор. И мы хотим сделать тест-драйв в дорогу аэропорта. Там, где нет машин, там сделать тест-драйв и посмотреть. Но перед этим мы хотим посмотреть еще несколько машин. А затем уже выдвигать свое окончательное решение. Не хочется торопиться. Еще пару машин посмотрим. Но если честно, эти пару машин мне не устраивают. Я просто чисто надо посмотреть посмотрю. Мне очень нравится этот салон. Я всегда хотела именно такого цвета. Хотя у меня брат говорит, салон это вообще не проблема. Можно любого цвета просто заказать. И будет у тебя как новенький. Но здесь уже все готово. Мне нравится. Ни одной царапины просто нету на салоне. Все выглядит безумно красиво, эстетично. Классные влоги там получатся. Поэтому мне все нравится. И вот осталось. Прямо на днях, либо завтра, либо послезавтра мы сделаем тест-драйв. Если нас все устроит, то мы пойдем ее оформлять. А еще я у перваны взяла вот такую книжечку. Это роман. И эхо летит по горам. Я решила каждый вечер хотя бы часочек читать. Это и для развития речи хорошо. Да и вообще я раньше очень любила читать. Хочу возобновить эту свою привычку.